Весной я показывал, как я увеличил это картофельное поле, как с одной стороны, так и с другой стороны. Резал пласты, дерна и обрабатывал этот дерн. Посадил картофель, несколько сортов, и собираю теперь урожай картофеля. И он везде вырос одинаково. Клубни вот такой вот крупности, как здесь, так и на том картофельном поле, которое засыпано песком, а здесь без песка. Но здесь я копаю лопатой, а там за один день мотоблоком прошелся, собрал весь картофель, перепахал и посеял траву. А здесь все только лопатой, представляете? Хотя картофель везде фактически одинаковый. Сорта я все перепутал. Это винета, журавлинка, дженни и гала. Все перепутал, но дошел до ботвы. Вот здесь вот ботва, я точно знаю, что это журавлинка. Одна дама нам принесла в маленьком пакете картофель, маленький, и мы его здесь вот на такой вот площади этой земли пахотной посадили. И теперь этот семяной картофель, конечно, вырос. И что там? Вот смотрите, какой картофель. И вон торчит. И вот я сейчас буду копать и вам покажу. Ну, урожаем я, конечно, доволен. Здесь у нас картофель ни разу не сажался, потому что здесь был дерн. И с той стороны. Но везде одинаковые клубни картофеля выкопаны. Везде одинаковые. И вот здесь вот такие вот клубни. Мелочи, ну, фактически нет. Вот ведро набираю мелочи. И все. Вот начинаю копать. Вот где здесь вот такая вот картошка, я сейчас докопаю и посмотрим. Вот она, ботва. Ну, все заросло капитально. И вот таким вот образом я лопатой, лопатой, лопатой копаю. И вот так вот сбрасываю, соответственно. Вот такой вот у нас картофель растет. И я вот так вот отбрасываю в сторону. Мышки едят. Тоже надо есть, потому что урожай очень большой. Соседу тоже надо. Вот смотрите. Продолжая копать, но я хочу докопаться до журавлины. А эта дама вырастила картофель. Семена картофеля она купила. По почве ей из Германии прислали. Семенами. И она семена посадила, вырастила картофель. И нам предложила. Говорит, такой картофель замечательный. Но что за картофель, мы еще не знаем. Вот я вот в данный момент выкопал. Хочу вам показать, что за картофель. Но на самом деле, вот сколько бы мы не сажали картофель, самый лучший сорт это винета. Вот винета растет. Ну, скорее всего, вот это и есть винета. Потому что винета всегда вот такая вот крупная попадается. Лопатой постоянно режется картофель. А мотоблоком ни один картофель я не срезал. Только собирал его и все. Вот такая яма. Засыпаю ее. Если в картофель будет, я его увижу. Вот дошел я, скорее всего, вот это вот картошки, которые нам дама дала, сама выращивала семенами. И вот смотрим. Вот смотрите. Вот картофель. Мне вот этот картофель интересно показать, потому что, как она сказала, вырастил его семенами. И нам принесла небольшой пакетик. Вот такой вот пакетик. Вот смотрите. Растет картошка. Мы сажали ее свободно. Она, смотрите, выросла, как друг возле друга. Получилось очень близко. Хотя мы свободно сажали. Вот смотрите, сколько. И весь кругленький, такой хорошенький. На вкус я не знаю. Вот смотрите, что получилось. Вот эта дама. Она нам этот картофель принесла. Ну, просто так принесла, посадите. И вот все лето мы ее вспоминаем. Вот такие вот расты большие. Естественно, мы ее каждый раз вспоминаем. Хотя эта женщина уже забыла про нас, а мы ее не забыли. Вот как получается. Вот этого человека, конечно, я буду всегда вспоминать. И всегда теперь буду всем говорить. Вот нам такая-то женщина принесла вот такой вот сорт. Вот в песке такого бы не было. А тут, видите, комок какой. Соседу. Ну, хорош урожай. Хорош урожай. Раз, два, три, четыре. Ну, просто приятно. Вот приятно и все. Как эту женщину-то не вспомнить? Конечно, я ее буду вспоминать. Один раз человек дал что-то. И буду ее теперь всю жизнь вспомнить. Ну, вроде бы и все. Я вот дошел до этой ботвы и хотел показать этот картофель. И вот это вот картофельное поле, которое я увеличил. Ну, урожай хороший. Вот честно говорю. Пока. Картофель, журавлинка, которая была посажена семенами у одной дамы, которая заказала по почте с Германии и посадила и выросла вот такие вот клубни, а потом и дала нам на рассаду клубни. Я эти клубни выкопал и решил сварить. Вот сварил. Варилась она в воде. Ну, недолго, быстро сварилась. Вот смотрите, какая она. Она вся развалилась. То есть жарить ее просто невозможно. А вот на пюре пойдет этот картофель. Вот журавлинка из семян. Вот такая. Вот я сейчас попробую, что за вкус ее. Напоминает синеглазку. Копия синеглазка. Вот похожа. Такая же, как будто она молочная. Как будто туда добавляли молоко. То есть картофель чисто на пюре. Все. Понятно, что за сорт этого картофеля для пищи. Ну, у меня там огурцы еще растут. Никто их не ест. Все объелись этих огурцов. И я теперь уже эти огурцы раздаю. Надо как-нибудь показать вам огурцы. Иду к теплице. Теплицу мы теперь поливаем только утром. Не вечером, а утром. Чтобы вся влага вышла к ночи. И когда мы закрываем теплицу, здесь росы нет на листьях. И листья, как помидор, огурцов, томата, такие же зеленые остаются. Если бы я вечером полью корневую систему, все, что здесь у меня растет, именно вечером закрою теплицу, потому что ночи стали очень холодные. 3 градуса тепла. Вот представляете, появляется туман. И если бы я полью вечером, закрою эту теплицу от этого холода, то здесь тоже появится роса на этих листьях. То есть, полив только делаю теперь по утрам. Ну, огурцы, вот смотрите, они везде висят над головой. Не едим. Вон они какие, огромные. Просто огромные. Завивается там снизу, там снизу. Вон они какие. Огромные просто. Но они вкусные, сочные, сладкие. И в теплице они как бы подогретые. Тепленькие. Когда ешь, приятно. Вон они какие. Вон вообще огромный висит. Просто громадный. Громадный, но все равно вкусный. Перцы. Снимаем, 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 снимаем. Эти плоды перца все равно растут и растут. Растут и растут. Мы уже свояку отдаем. Свояк приезжает, рвет этот перец. Соседка приезжает, тоже рвет. Они все равно растут и растут. Вот удивительно с перцем получилось. Вон смотрите, кусты валятся просто. Огромные. Их вон сколько много. Я сам-то люблю. Ну, стенка толстая, сочная. Вот я иду, иду, сорву огурец. И ем его. Ну, насчет плодов. Помидор. Это у нас уже просто много. Мы завалили всех этими помидорами. А кто приходит, они уже даже на красной помидорке уже не смотрят. Хотя они на кусту намного сладше, чем они, можно сказать, сорваны. И два дня, скажем, пролежали где-нибудь. А здесь взять, сорвать такой аромат. Сок, сахар. Вот. Такой вот урожай у нас постоянно в этой теплице. Теплица Рады. Она не сквозная. Замурованная, можно сказать. Ни одной из щелей здесь нет в этой теплице. Ну, Рады этой теплице. Но огурцов очень много. Ходишь над головой, они вон и завиваются, и висят, как виноград. Ну, они не огромные какие. Пока.